Мы с вами примерно через где-то два часа, два, может быть, десять, сделаем остановку технического характера. Можно будет окончательно там проснуться, выпить по чашке кофе, естественно, при желании перекурить, размять ноги. То есть остановка будет предусмотрена. После этого мы где-то с вами в районе, скажем так, 12 часов, половина 12, то есть 15-12, 12, то есть плюс-минус, оказываемся как раз непосредственно рядом с Дельфийским музеем. Мы сначала с вами пройдем дружненько все в музей, а потом пройдем на большую археологическую зону. Далее мы с вами спустимся с этой большей археологической зоны, потому что она расположена на горном склоне, вот на том самом скате Гриде Парнас. Мы сейчас пройдем к источнику Каукостали, где-то в том же районе нас с вами будет Яниса забирать. Едем в сторону, делаем остановку на обед, и едем в сторону, конечно, Желутрака. Это город, который сегодня мы с вами останавливаемся. И сегодня море, сегодня Ионическое море. Сегодня у нас будет вечер, такая возможность прогуляться по такому приморскому городку. Насытиться тоже своеобразными такими впечатлениями, вне, скажем так, экскурсионной программы. Ну и, конечно же, завтрашний наш с вами день, это уже будет целиком и полностью Пелопонез. Но об этом мы будем чуть выше говорить. А поскольку мы еще находимся так, непосредственно в близости от Метеор, Коломбаке, от города Трикола, то я несколько слов скажу вообще об этом регионе. На самом деле я вам говорила, что помимо, конечно, монастырей, которые строятся здесь на рубеже 14-15 веков, конечно, эта местность была известна еще в античную эпоху. И античную эпоху, она была известна здесь благодаря находившемуся недалеко от города Трикола, святилищу бога врачевания Асклепия. Об Асклепии мы, конечно, с вами будем говорить очень много. Завтра кто он такой, каково его было значение, каково вообще, что это был за бог, и когда он в бога превращается. А вот здесь было одно и действительно из известных святилищ бога врачевания Асклепия, посвященное далеко от Трикола, где по преданию врачевали два его родных брата, подолирий и родных сына, подолирий и махаон. Я могу сказать, что именно здесь еще и находился оракул, бога Асклепия. Оракулов было огромное количество в Древней Греции, но известность была у них, конечно же, не одинакова. У многих мы с вами вообще ничего не знаем. Можно, например, определить, к какому типу они относились. Но оракулы всегда делились на оракулы знаков, она была вдохновением, и на оракулы, где божество сообщало свои предсказания в сновидениях. Вот это были преимущества на как раз святилище, посвященное Асклепию. Больные приходили в храм, проводили ночь в этом храме, и наутро рассказывали жрецам, которые состояли при этом святилище, они между тем были еще и врачами, о своем сне. И уже эти жрецы-врачи, они трактовали как в одну, так и в другую сторону, то есть предсказывая человеку или исцеление, или, в общем-то, определенную, скажем так, процедуру, которую ему нужно пройти, за которую необходимо, естественно, заплатить, и лишь тогда будет достигнут вот это исцеление. Так что здесь был тот самый оракул Асклепия. Ну а мы сегодня в большей степени с вами, конечно, будем знакомиться с оракулом именно Аполлона. Это тот самый оракул, который был и должен был вдохновлять человеческие души. Но об этом чуть-чуть должен. Годный кофе, кто-то уже попробовал, или не ко кофе, то есть тот самый кофе по-гречески. Ну и несколько слов. Во-первых, конечно, это один из самых популярных напитков здесь в стране, который, по-моему, пьет в любое время абсолютно годы, в любое время суток. И гники, конечно, кофе закупают. Здесь кофе не выращивается. Кофе закупают в зернах, а вот перерабатывают и обрабатывают сами. И один из самых популярных, скажем так, видов кофе будет являться холодный кофе, который называется фрапе. И рецептура была такова, что когда проводилась выставка в городе Саваннике, представитель компании Нес-Кафе решил себе сделать чашку кофе. Но оказалось, что были перебои с горячей водой. Горячей воды попросту не оказалось. Тогда он долго не думал, он взял, залил Нес-Кафе холодной водой, при этом успев еще и взбить. Вот так, не прозревая, он явил миру, и, естественно, Греция, тот самый взбитый холодный кофе, который называется фрапе. И фрапе, он бывает разный. То есть он бывает сладкий, бывает с молоком, бывает средней сладкости, бывает не сладкий совсем. Но я, конечно, потихонечку уже начинаю говорить о Дельфийском святилище, о Дельфах. И вот мы с вами, в принципе, видим тот самый горный перевал, который нам с вами и предстоит, соответственно, преодолевать. Я вам уже, в принципе, сказала, что в разных частях такого древнего античного мира было много святилищ, где предсказания давались вопрошающие. Эти предсказания давались с помощью жрецов, которые состояли при святилище, или с божеством, которому было посвящено святилище. И вот такие места, они назывались оракулами. Оракулов в Древней Элладе было огромное количество. Но не все они были известны, о многих мы с вами вообще ничего не знаем. И не можем, например, определить, по какому виду они относились. А вот, тем не менее, все оракулы, они делятся по тем способам, по которым давались предсказания. То есть оракулы делятся на оракулы знаков, оракулы экстаза или вдохновения, на оракулы, где божество сообщало свое видение во сне. Ну, наконец, были такие оракулы, которые предсказания давались не божествами, а душами умерших, которых специально для этого вызывали. Вот самым древнейшим из всех известных оракулов знаков был Дудонский оракул. Местечко Дудония, оно находится на северо-западе Греции, недалеко от города. Иоаннина. И там когда-то был храм, посвященный Зевсу. И рос близ этого святилища дуб. Именно говоря, что в шелесте листьев дуба Зевс посылал людям всевозможные знамения. А жрецы, которые состояли при этом храме, они толковали тот самый шелест листьев этого священного дуба и говорили, в общем-то, давали то или иное предсказание. Хотя Дудонский оракул, он пользовался, скажем так, в меньшей известности, чем, скажем, Дельфийский, но однако к нему тоже нередко обращались и отдаленные государства, такие как Афина, как Спарта, как Карин. Также, конечно, к оракулу сновидения, к ним относятся прежде всего святилища боговрачевания Асклепия. И огромное количество было святилищ, посвященное именно этому божеству, где как раз те, кто хотел получить предсказание, они приходили, проводили ночь, а наутро рассказывали сон, который им приснился, потому что говорили, что именно во сне им являлся Асклепий, и говорил им о их здоровье. Ну и, конечно, самым, пожалуй, известным был именно Дельфийский оракул. Он относится к оракулу, к такому виду, как оракул экстаза или вдохновения. И он-то как раз стоял по своему значению выше всех остальных. И, конечно, именно о Дельфийском оракуле мы сегодня с вами в большей степени будем говорить. Святилища, они были посвящены Аполлону, Богу Света, который как раз приписывал свойства просветлять душу людей и приводить их в такое вдохновенное состояние. И вот в таком вот вдохновенном состоянии произносились слова, которые считались ответом самого Бога на заданный вопрос. И, конечно, эти слова, они большей частью были не связаны. Они записывались жрецами, которые состояли при этом святилище. Они облекались обыкновенно, ну, по крайней мере, в лучшие времена Элладов, в стройную поэтическую форму. Вот чем объяснялся и обуславливался экстаз прорицателей, конечно, не всегда можно было определить с достоверностью. Но абсолютно известно, что все такие прорицалища, они находились в таких местах, где существовали некие явления природы, которым приписывалась какая-то выдушевляющая сила. Например, то есть это были трещины в скалах, которые спускали некие испарения. Это были источники воды, которая обладала какими-то тоже особыми свойствами. И вот самым знаменитым именно из всех оракулов такого вида был, конечно же, дельфийский оракул. Ну и, конечно, безусловно, несколько слов надо сказать вообще о том значении слова «дельфы». Многие из вас могли предположить, что «дельфы» — это слово, которое созвучно с словом «дельфины». Но знаете, вообще само название «дельфы» впервые появляется в Гомеровском гимне, посвященном богине Артемиде. И также говорят о том, что раньше эта пьеста называлась Пифон. Но абсолютно оба-два этих названий, они связаны с легендами о возникновении этого знаменитого в Греции святилища Аполлона. И действительно, несмотря на то, что изображение дельфина очень часто встречается в дельфийских монетах, но, по всей вероятности, все-таки не имеет ничего общего с Аполлоном дельфийским. И, скорее всего, происходит от слова «дельф», что означает «выдолбленный». А вот это как раз отвечало бы характеру того местного гурного пейзажа, который, собственно говоря, мы также с вами увидим. Но вот согласно дельфийскому календарю, как известно, дельфийский календарь, он имеет критское происхождение. В основу его был положен лунный год, который насчитывает 355 дней. И связан в связи с этим каждые 3, 5 и 8 лет добавляли по одному месяцу. Так вот, согласно дельфийскому календарю, год он начинался с месяца Апилеус. Это в середине лета. Но в то же время, в полночь над дельфами, всходило созвездие дельфина. А зодиакальный восход – это созвездие. Он как раз приходился на зимнее солнцестояние или середину года. И таким образом имело место просто соблюдение принципа единства пространства и времени. То есть дельфы были центром Греции, так же, как зодиакальный восход дельфина был центром годового цикла. То есть в той или иной степи, но все равно какое-то такое значение или связь с дельфином, конечно, есть. Но тем не менее, конечно, история святилища уходит своими корнями в глубину веков. И о ней нам с вами повествуют прежде всего мифы, предания, которые, между прочим, были подтверждены, конечно, данными археологических раскопок. И вот на основании таких сведений было установлено, что уже с первой половины второго тысячелетия до нашей самой эры, а может быть даже и раньше, в здешнем святилище почитались боги подземного мира. Мать-Земля Гея, это Сейдон, который тогда еще не был богом Борей, а был богом источников подземных вод. Вот тогда его еще называли колебателем земли или содрогателем земли, то есть он вызывал землетрясение. И говорят, что сама Гея пророчествовала здесь, и местом ее присутствия считалась некая расщельная в скале, откуда как раз и исходил этот поток воздуха, который обладал такими выдушевляющими свойствами. Но вот существовали на самом деле подобные зияния, и следует нам с вами ставить ее под сомнение. Конечно, античный мир, он в этом нисколько не сомневался. И для того, чтобы понять, что же происходило в Дельфах, очень часто я буду обращаться к трудам одной из величайших философов Древней Греции по имени Плутарх. А между прочим, Плутарх, он был жрецом храма здесь Аполлона в Дельфах. И вот как он написал огромное количество трудов, например, он написал такой труд, который называется «О погрешностях Оракула». И вот что он писал о признаках духа. Он писал о том, что иногда он благоухает, как самые дорогие ароматические вещества, и не является неизменно одинаково ощутимым. Дожди и молнии рассеивают его, а землетрясения вовсе могут заставить исчезнуть. Кстати, при раскопках не было обнаружено ни одной расщелины, никакой расщелины. Но Дельфы расположены в сейсмоактивной зоне. Поэтому в настоящее время здесь тоже случаются землетрясения. Так что, кто знает, может быть, что-то и было. Так вот, солгастопридание богиня Гея. Она поставила здесь грозного змея Пифона охранять святилище. И, конечно, яростный Пифон все абсолютно предавал опустошению, и он смерть распространял кругом. Его убивает Аполлон, мстя за свою мать Латону. Потому что богиня Гера, супруга Зевса из ревности, послала дракона, который проследовал повсюду эту Латону, не давал ей покоя ни днем, ни ночью. И она, конечно, бедная скиталась по всему свету, пока не укрылась на одиноком мостове Делос, который в те годы носился по волнам Бурного моря. Так вот, как только Латон уступил на этот остров, так и размазкой пучины и поднялись громадные столбы, остановили этот остров. Здесь повредание род Зосе Аполлона и его родной сестра Артемида. Но когда Аполлон вырос, он, конечно, отомстил за свою мать. И, соответственно, он убивает об этого змея Пифона, зарывает его тело в том месте, где впоследствии будут стоять священные дельфы, и основывает здесь в дельф святилище Араку, чтобы, прежде всего, прорицать в нем людям волю своего отца Зевса. И, конечно, когда Аполлон убивает Атмифона, он взял свою струнную кефару и, конечно, исполнил через самого себя гимн. И неспроста именно потом, впоследствии, дельфийские игры, они будут прежде всего такими музыкальными играми, но об этом чуть позже. Конечно, первыми жрецами храма становятся критские моряки. Они, Аполлонцы, у нас, опять-таки, в афрологии, заметил на море корабль, превращаются в дельфина, принимают этот корабль в Крисейский залив, затем с золотой звездой он взлетает к небу, спускается на палубу корабля в виде такого прекрасного юноша, называет себя по имени, приказывает критянам принести себе жертву. Моряки, конечно, исполняют такое предсказание, совершают жертвоприношение, и вот после чего Аполлон их вводит уже в храм и ставит своими жрецами. И вот в честь победы над пифоном. Аполлон, конечно, устанавливает те самые музыкальные состязания, которые сначала праздник проходил раз в 8 лет и сопровождался только состязаниями кефародов, то есть певцов под аккомпанемент кефары. Певцы исполняли гимн в честь Аполлона. Вот тот самый аккомпанемент кефара. И вот с 590-го года до нашей самой эры был учрежден уже пифийский праздник, посвященный Аполлону. И впоследствии уже к состязанию кефародов были прибавлены гимнастические и иконные состязания. А ровно через 10 лет, то есть 580-й год, эти соревнования, этот праздник стал проводиться один раз в 4 года. Вот после Олимпийского праздника пифийский, конечно, занимал второе место по блескому значению. И наградой победителю, как правило, был венок из ветвей священного лавра, конечно же, и кроме пинка победителя, на пифийских состязаниях давались яблоки. Разрешалась постановка статуй. Одну из таких статуи, статуи дельфийского возничного, мы с вами увидим сегодня, конечно же, в музее. Такая своеобразная визитная карточка Дельф. Но, конечно, в античном мире ни одно абсолютно важное государственное или частное предприятие, оно не совершалось без предварительного обращения к тому или иному оракулу. Ну, в частности, заслушивают такие случаи, как какие-то общественные несчастья, то есть землетрясения, засуха, наводнения. Все это считалось проявлением Божьего гнева. И чтобы узнать о прекращении данного гнева, нужно было спросить, кого? Ну, тот, кто знает, то есть оракула. И он, конечно, говорил и указывал на требуя священодействия. Также обычно искали такого очищения от крови люди, которые запитали себя убийством, тоже здесь в Дельфах. И вот, действительно, Сяги по возможности старался обращаться в Дельф, потому что преимущество перед другими оракулами, потому что данный в Дельфах совет, он признавался за выражение непреклонной воли божества. И абсолютно все старались его исполнить. И клиентами Дельфийской ясновидицы, Пифи, наряду с такими простыми смертными, выступали властины, астеллины античных империй. Они-то, конечно, непосредственно уже связывали с ответами оракула не только свою личную судьбу, но и судьбой государственной политики. Они предрешали будущее целых стран и народов. И вот один из самых знаменитых обращений к оракулу был случай с лидийским царем Крюзом, который считался самым богатым правителем на земле. Когда-то Крюз задумал воевать с Персией, но он хотел сначала узнать и спросить совет у оракула. Ну, какого? Ну, вот как узнает, скажет оракул правду или солжет? И тогда Крюз решил испытать все видения всех тогда оракулов, которые существовали. Для этого он посылает специальных гонцов во все оракулы. И в Дельфы, и в Додону, и на Кос, в Абамилет, в Пергам, то есть везде. И всем было велено одно и то же. Отчитать сотый день от отправления и задать оракулу главный вопрос. Что делает сейчас царь Лидия Крюз? Вот что ответили другие оракулы неизвестно, а вот что ответил дельфийский оракул, это, конечно, известно. А он ответил вот что. В море я капли сочту, и на облеге исчислю песченки. Знаю, что мыслит немой, и что молит безгласный. Чую вкус черепахи, что варится вместе с ягненком. Медь вверху и медь внизу, а не посередине. Посланцы ничего не поняли. Но, однако, все аккуратненько записали. И доставили, конечно же, это все Крюзу. Когда Крюз это прочитал, он возрековал, потому что из всех ответов этот единственный оказался самоверным и правилен. Потому что в назначенный день Крюз занимался тем, что варил в медном котле на берегу моря мясо ягненка с мясом черепахи. Надеюсь или думаю, что чего-чего, а вот этого предпогадать никто не сможет. Но, тем не менее, он сюда тогда в Дельф посылает огромное богатство сказочное и тогда задает Оракулу свой главный вопрос, стоит ли ему переходить через реку Галис, это та река, которая отделяла его царство, от Мидии, то есть от Персии. Ну, чтобы начать, естественно, войну с Персией. Оракул ему ответил, что царь, перейдя через Галис, «Разрушит великое царство». Он понял эти слова так же, как и мы с вами их поняли. Пошел и войнул на Персию, но война закончилась поражением царя. Он чуть не погиб. И, конечно, он настолько раздосадовал, что опять-таки посылает сюда гонцов в Дельфы и задает им очередной свой вопрос. Ну, вот почему Аполлон так его жестоко обманул? Ответ, который, конечно, он получил, был совершенно неожиданным. Но, зная Крюз, писали ему жрецы, что Аполлон не обманул тебя ни едином словом, потому что, перейдя через Галис, ты разрушил великое царство. Только не персидское, а свое собственное. Аполлон любит тебя за богатые дары, но помочь тебе ничем не может. Ты расплачиваешься за грехи своих предков. И все, что и так мог сделать для тебя Аполлон, это отсрочить твое падение на три года. Так что знай, что ты и так провел на три года дольше, чем тебе было велено и отведено судьбой. Крюз, собственно говоря, остался ни с чем. Также известно предсказание, которое было дано другому, уже известному македонскому властителю, Филиппу II Македонскому. Филипп тоже решил воевать с Персией. Он тогда также посылает гонцов сюда, в Дельфы, задает вопрос, стоит ли ему идти войной на Персию. Адель, который он получает, что быка уже украсили венком, все готово, жрец ждет. Филипп, конечно, тоже предполагал, что это такое предзнаменование будущего поражения персидского царя. Начинает готовиться к персидскому походу. Но еще задолго до его начала, конечно, македонского владыку убивает слуга. И надо же было такому случиться, что это было происходить на театральной площадке по случаю свадьбы его дочери. И у Филиппа, конечно, был действительно одет в венок. Венок был у него на голове. Чтобы вам было понятно, корона македонских царей – это такой дубовый венок. Очень тонкая работа. Если кто-то вдруг поедет в Вергену, вы увидите то, что было обнаружено в кропницах Филиппа II. Это венок тот самый, дубовый, 313 лепестков и 68 желудей. Это количество побед Филиппа II македонского. И это изумительная работа, конечно. Говорили, что когда Филипп поделал этот венок, проходил через ряды своих подчиненных, то от того дуновения ветра, которое образовывалось при ходьбе, шелестели листья. Не забывайте, что дуб является еще и таким священным деревом Зевса. А это фактически получается, что шло воплощение Зевса на земле. То есть тот самый Филипп II. Но оказывается, Оракул ему предсказал ту самую смерть. А не вот как раз персидская победа над персами. Ну и, конечно, чтобы понимать, что же сейчас там находится в Дельфах, нам надо с вами немножечко поговорить о том самом святилище, остатке которого мы с вами увидим. Так вот, по преданию, которое сохранилось в Гомеровском гимне, Аполлон действительно, когда задумал основать храм, он сам отверил землю. Вот это священного участка. То есть так и называется это такой священный участок, это Менос. И первый храм, говорят, что был в виде хижины и был сооружен из лаврового дерева, которое было сюда принесено из Томбейской долины. А второму говорили, что будто бы он был сооружен пчелами из воска и перьев, и унесен Аполлон в страну Гипербореев, то есть по ту сторону северного ветра Борея. А третий храм, говорят, что был медный. Ну и действительно, раскопки они показали, что здесь существовало три храма. Первый относится примерно к восьмому веку, до нашей с вами эры. Второй был построен уже в середине седьмого века, до также до нашей эры. И говорят, что этот храм, он сгорел совершенно случайно, сам по себе. И вот в середине шестого века, вскоре на том самом месте, стали строить еще один храм. И деньги на строительство вот этого храма собирали по всей Элладии. И даже иностранные государства, они считали своим долгом субсидировать эту постройку. Подряд на постройку этого храма взяли афинские алкмеониды. Это династия царей Афин, которые были в изгнании. И вот чтобы затмить блеск правящих тогда ненавистных им песестратидов, то есть диктатуры песестрада, они, конечно, очень рьяно и очень быстро приступают к делу. Очень ловко развивают вот эту широкую пропаганду для сбора денег. И этот подряд они выполнили лучше, чем были обязаны по договору, потому что фасад они возводят из поросского мрамора, хотя по условию могли построить вообще весь храм из простого камня. И при раскопках были как раз обнаружены фигуры с фронтонов. Так вот, композиция на восточном фронтоне, она представляла собой явление бога-людям, то есть приезда Аполлона в Дельфы, а на западном фронтоне, как предполагают, потому что он хуже всего, сохранился. Это был сюжет гиганта Махии, то есть войны олимпийских богов с гигантами за власть над землей. И говорят, что этот храм, он, конечно, превосходил предыдущий по размеру, и поэтому для него пришлось выровнять площадку для строительства. А чтобы укрепить грунт, чтобы не было обвала вот этого грунта, была возведена специальная многоугольная, то есть полигональная стена. И вот она была покрыта различными родонадписями. Это были декреты дельфийцев, это были акты об освобождении рабов, это были другие какие-то законодательные постановления. И говорят, что этот храм был разрушен, но вероятнее всего, землетрясением, которое здесь было в начале 4 века до нашей эры. И храм, тот самый, получается, уже 4, остатки которого мы с вами уже увидим, он строился с середины 4 века вплоть до конца 4 века, до нашей эры. И это был перикторный, то есть окруженный колоннами храм, выполненный в Дорическом ордене. Что это такое? Ну, представьте некую прямоугольную площадку, которая по периметру окружена колоннадой. И окружена колоннами, которые называются Дорические, то есть Дорический орден. Я вам чуть позже покажу просто картинки, тогда все станет на свои места. Так вот, Дорическая колонна – это одна из самых первых колонн, которая возникает в архитектуре Древней Греции. Она, как говорят, заменяет деревянные колонны. Она очень мощная, она очень такая плотная, и очень часто потом будут сравнивать с мужской фигурой, потому что вот те мужские фигуры, которые будут поддерживать части карнизов или перекрытия домов, мы потом их с вами будем называть атлантами. И Дорическая колонна, она сразу базируется на площадке, то есть она не имеет никакой базы, никакой основы между площадкой, на которой она должна стоять, и, соответственно, ею самой, сразу на площадку ставится. Так же, как и капитель наверху, это не имеет никакого украшения, то есть это некая плита, которая поддерживает. Это Дорическая колонна. Помимо вот того же самого прямоугольника, который со всех четырех сторон окружен от лонады, внутри было, конечно же, внутреннее помещение, которое называется целло, которое имело, конечно, закрытую абсолютную структуру, только был один вход в нее. Так вот, все плиты храма, все стены целлы, они были изготовлены из местного камня, пепельного цвета, а вот колонны, фундаменты, некоторые части карниза, они были изготовлены из паралита. Это камень, который сюда специально доставляли морем, из Каринфа. Ну, из Каринфа же сюда доставляли и кипарисовое дерево для кругля. И чтобы было понятно, что же такое мы с вами там увидим, я вот такую небольшую иллюстрацию картинку вам сейчас покажу. Я вам покажу две картинки. Первая нам с вами действительно покажет о том, какой храм, как он выглядел, собственно говоря, и то, что мы увидим. И, соответственно, вторая картинка будет, другая постройка, это будет храм богини Афины Пруная, который очень часто сравнивает и говорит, что это Дельфа. Но несколько это ошибочное мнение, потому что это рядом святилище богини Афины. И к Дельфам, вот, к караклу Аполлона, это место не имеет никакого отношения. Но, чтобы не быть голословным, я вам, короче, сейчас покажу. То есть, историческая колонна, храм Аполлона, треугольная часть, которая, грубо говоря, предшествует к Рирше. Это называется фронтон. И внутри фронтона всегда была какая-то скульптурная композиция, обычно, на мифологическую тему. Что это такое, вот сейчас все покажу. То есть, это храм Аполлона, это то, как он выглядел. Я пройду по всем, всем покажу. Вот это торическая колонна, вот это фронтон, то есть треугольная часть, которая, грубо говоря, поддерживает крышу. Это внутреннее помещение называется целым. Это то, как оно выглядело раньше. И то, собственно говоря, что мы увидим. То, что было. То, что стало. Храм Афины, да? Храм Афины, да? Храм Афины, это да. Это храм богини Афина, то, каким он был. Сейчас я разведусь к вам просто. Да и каким он стал. Но очень часто иллюстрации показывают, говорят, что это Дели. Но это не имеет к этому никакого отношения. Так вот, подробного описания внутреннего такого вида храма античные авторы, к сожалению, не особо оставили. И то, что мы, собственно говоря, знаем, это в основном те, скажем так, достаточно краткие данные, которые, в принципе, в той или иной степени, но они сохранились. Так вот, собственно говоря, что знаем о том внутреннем храме и внутреннем устройстве этого храма. Цело говоря, что она закрывалась большой дверью. Сценная порода дерева была украшена слоновой костью. И стены храма, они были украшены также фреском. Не забывайте, что практически все античные храмы, они расписные были. То есть они были белокаменными, беломраборными, как принято считать. И, конечно, в Пранаусе, то есть в преддверье, стояло, говорят, что бронзовое извояние Гомера. На его постаменте было дано, написано предсказание, якобы данное Гомеру, относительно его могилы на острове Иос. На стенах этого Пранауса были начертаны изречения семи мудрецов, которые считались полезными людям для поведения в жизни каких-то определенных правил. И вот эти люди, которые древние греки считали мудрецами, они, конечно, придя в Ильфы, посвятили Аполлону свои знаменитые и всюду прославленные изречения. И некоторые из них мы с вами прекрасно знаем. А то из них – познай самого себя. Другое – ничего сверх меры. Наблюдай конец жизни. Худших всегда большинство. Ни за кого не ручайся. Всему своё время лучше подделывать деньги, чем истина. Но вот то, что всему своё время познай самого себя, я думаю, что мы все с вами прекрасно знаем. Так вот, эта целая храма, она, конечно, вероятнее всего, представляла собой некое единое пространство, в котором стояло два жертвенника. Один из которых был посвящен Посейдону, то есть как супругу изначально, владычу святелища. А другой, в центре целы, был посвящен богине Гести, богине домашнего очка. И, конечно, здесь именно непрерывно горел огонь не только для Адельфа, но и для всей Лады. И огонь поддерживали еловыми травами. Деревушки из Адельф вместе с Пифией. В цели также стояла статуя двух Мойр. А вот вместо третьей Мойра очень часто изображался Зевс. И назывался тогда Мойрогенет, то есть предводитель Мойр. И в глубине целой находилась уже святая святых. Место, где давались пролицания. И вот Адельфийское пролицалище, оно находилось в подземелье, глубоко под поверхностью целого. Внутри оно разделялось, конечно же, на две части. Внутреннее святилище, по словам того же самого Павсания, это путешественник, который создал такие своеобразные заметки по поводу путешествий. Так вот, было доступно такое внутреннее помещение немногим. В нем находился треножник Пифии, золотая статуя Аполлона, лавровое дерево, соответственно, источник Касталии, это специально, который был испроведен из храмовой ограды, ну и, конечно, так называемое средоточение земли или амфолос. Чтобы было понятно, что же это такое. Амфолос это и есть пуп земли. И пуп земли, он здесь был, конечно же, обнаружен согласно мифологии, согласно преданию, потому что он напоминал как раз собой это древнее сказание, когда Зевс решил определить, где же находится центр земли, а треню все-таки ее считали плоской, он опускает с двух противоположных концов, с запада и востока, двух орлов. И в той точке, где слетелись эти два орла, был как раз и определен пуп земли или центр земли. Так что, согласно древнебреческой мифологии, он находится именно здесь, в Дельфах. И, конечно, в другом помещении святилища находились жрецы, вопрошавшие в ожидании ответа в Пифии. Перед храмом стоял же огромный алтарь для сжигания жертв. То есть хорошо понимать, что алтари для сжигания жертв никогда не находились внутри храма. Вся территория, вот этот священного участка, того самого Теменуса, она была окружена каменной стеной. И Теменус, он представлял собой почти прямоугольное пространство, которое было небольшим по площади, но оно оказалось значительно больше, потому что в силу особенностей самого рельефа местности он оказался просто расположен на различных уровнях с опорными стенами, таким образом выиграв некую пространственную перспективу. А его площадь, она просто благодаря таким образовавшимся площадкам оказалась значительно больше зрительным восприятием. И вот центром такого Теменуса, естественно, являлся храм, которому, делая несколько поворотов, вела священная дорога. И ансамбль этого Теменуса, он складывался стихийно на протяжении веков, но он всегда поражал посетителей своей пышностью, своей гармонией. И вот эта священная дорога, она была по обеим сторонам украшена разнообразными великолепными посвятительными дарами на всем своем протяжении. Тысячи других посвятительных даров, они располагались в основном вокруг храма, по всей территории этого священного участка. И вот по обе стороны этой священной дороги были, конечно, расположены сокровищницы, которые были построены в виде маленьких храмиков. Они строились различными греческими городами и государствами и служили в основном для хранения таких драгоценных посвятительных даров. И вот по всей вероятности они по своей конструкции имели, в общем-то, они были похожи друг на друга, но они отличались лишь только архитектурным декором и, соответственно, орденом. Чтобы понять, что же, собственно говоря, находилось еще на этом участке, то, конечно, на участке, помимо святилища бога Аполлона, был еще и древнегримский или древнегреческий театр, где проводились, конечно, музыкальные состязания. И этот театр, он, возможно, не обладает, скажем так, великолепием театра Эпитавра, с которым мы завтра будем с вами знакомиться, но он тоже знаменит своей акустикой. И, конечно, он больше занимает пространство вглубь, нежели чем вширь. Также, помимо театра, зрительный зал, который у нас с вами, в отличие от завтрашнего театра Эпитавра, не пустят, потому что из-за определенного там состояния его. Так вот, помимо театра, здесь был еще и обнаружен над театром стадион. И, судя по датировке одной из надписей, стадион существовал еще здесь со второй половины пятого века. И он был очень простым. И вот, по всей вероятности, с деревянными сиденьями. А позже, при Геродиатике, это был такой меценат очень известный в Афинах, время отправления римского императора Адриана. Так вот, афиняне, они переделали стадион и украсили его мрамором. Кстати, при раскопках мрамор не был обнаружен, но есть письменные источники, которые как раз нам подтверждают, что мрамор действительно был. Видимо, разворовали. Ну и, конечно, любопытно, то, как же проходил этот ритуал предсказания. Здесь, в Дельфах. А ритуал предсказания, он проводился здесь каждый седьмой день месяца. Катаган храма Аполлона установился центром притяжения для всех гостей Дельф, которые пребывали из самых отдаленных уголков от античного мира за советом. В основном, к знаменитому Оракулу. И все существование этого города, оно было, конечно, связано с Оракулом. Безусловно, недешево обходились клиентам пиф и услуги Оракула. Это и подарки жрецам, пожертвования храму. Все это приносило Дельфам действительно сказочные богатства. И с рассветом, незаметно для велоспублики, два старших жреца Пророка и два жреца Оракула. Они выводили закутанную вуальпифию из таком охраняемого дома, который находился на окраине этого священного округа. Отсюда прорицательницы уже вели к выходу из глубокой расщелинки, из тех самых Федриад. И там из скал строились воды священного источника Касталья. И сбросив вуаль и короткое, до колен платье, обнаженная пифия напринимала свои очистительные ванны в холодном, как лед, горном источнике, воды которого считались пророческими. Затем пифия, конечно же, пифию вели прямо в храм, перед ритуалом предсказания приносила жертва, и один из жрецов он опрыскивал козленка, который приносился в жертву ледяной водой. Если козленок вздрагивал, то для жрецов это служило таким добрым предзнаменованием. В этот день можно было приступать к аракульской службе. Нежели козленок оставался недвижимым, то это считалось все не к добру. Значит, ритуал предсказания он переносился на следующий месяц, следующий, собственно говоря, седьмой день. И, конечно, внутри храма пифия стояла всегда перед лотарем. Гестия вдыхал вот этот курившийся на нем фемиан. Этот дурманищий аромат он в основном исходил от разложенных на алтаре пылающих веток сосны, в котором добавлялись всевозможные травы, коренья, ну, например, коренья ладана, белены. И, конечно, жрец он тщательно и старательно помешивал эти раскаленные галькиры до тех пор, пока пифия просто не начинала шататься уже в опьянении. Ее тут же подхватывали два жреца-пророка, спускали, что называется, святая святых и подвальное помещение небольшое. И именно здесь, выседая на золотом треножнике, вещала пифия. Конечно, предсказания пифия обходились клиентам недешево, потому что в самом храме, во-первых, к отношению не принимались. Сумму пожертвований она устанавливалась злоблаговременной в зависимости от социального положения, от ранга, от происхождения. Но даже минимальная дань она превышала двудневный заработок члена Афинского Ариапада. А вот его доход по тем временам, конечно, был совершенно немалым. И вот после совершения уже определенного ритуала, пребывавшие за предсказание, тоже должны были, кстати, пройти процедуру очищения в водах этого кастолейского источника. Но она имела такой сокращенный вариант. Это было в основном омовение рук и лица. Ну, своеобразную такую с вами сокращенную процедуру тоже пройдем сегодня. Ну, конечно, когда вопрошавшие уже ожидали своей очереди, преимущество давали тем, кто уже заранее обеспечил себе благосклонность жрецов. Ну, например, тот самый лидийский царь Крест, который сюда послал огромное количество в общем-то драгоценных посвятияных даров. И вот непосредственно перед тем, как паломнику разрешало спуститься в это подвальное помещение, он приносил на алтаргесте кусок мяса ягненка или козленка. А вот перед алтарем Аполлона он клал медовый пирог. И тогда жрецы, они, конечно, принимали дары с такими подобающими молитвами. И, наконец, после этого жрецы уже допускали клиентов в подвал храма к Пифе, который находился за тонкой перегородкой. Пифе тогда восседал на треножнике, который держал в одной руке в одной руке она держала ветку лавры, но в другой руке она держала, конечно, растяной яйц, который как раз был обмотан тот самый Амфолос. И вот в глазах древних греков это, конечно, символизировала связь предсказательницы с задаемыми силами земли. И в ответ на вопрос клиента, пребывавшая, конечно, в трансе Пифе, она просто произносила туманные и порой совершенно нечленораздельные фразы. Они были похожи в большей степени на бред обвиненной дурманом женщины, которая была погружена то ли в лозные гипнозы или состояние, которое было близко как к стазу, то и к самушествию. И вот эти ответы записывались, конечно, находящимися рядом с жрецами. Вот они-то и давали такое первое толкование ее словам. Ну, зачем уже черновой вариант? Он направлялся на членов влиятельного совета старейшим. Окончательный ответ он выдавался в стихотворной форме. Так и встаял дело, если давались предсказания городам, государствам, а если предсказания давались обычно частным лицам, то достаточно было и прозаичной формы. Конечно, то, что разыгрывалось с Дельфом, было действием такого великолепного совершенно механизма, в программу которого были заложены и парапсихологические, и политические, и материальные интересы. Ну, и, конечно, пифи, они были ничем иным, как таким инструментом в этой машине мудрых предсказаний. И далеко не во всех случаях пифи, конечно, отвечало, что называется, панаити, потому что ответы экспромтом, ну, скорее всего, были просто исключением из правил. И очень многое все-таки говорит о том, что жрица, она заранее была осведомлена не только о личности, собственно говоря, своего будущего клиента, но и о цели его визита. И, по всей вероятности, такую информацию пифи поставляли жрецы, оракулы, которые входили в контакт с клиентами храма, полона. Ну, главным истрочником, конечно же, информация для жрецов были сами клиенты. То есть, коль скоро возможность попасть в пифи зависела почти целиком и полностью от оракула, от благосклонности жрецов, то, конечно, от них у клиентов не было никаких тайн. И жрецы очень умело пользовались этим. И слова, и можно вообще сказать, что у знаменитого в античном мире оракула была своя собственная разведывательная служба. Сформировалась и развилась она, конечно же, стихийно. Ее функционирование диктовалось исключительно потребностью давать ответы вот этим могущественным клиентам, которые сосредоточили в своих руках огромную, порой, абсолютную власть над целыми странами. И вот от ответов оракула в значительной мере, иногда даже таким решающим образом, зависело, быть миру или быть войне. И не без оснований. Все-таки полагают, что вот секретная служба дельфийского оракула, она располагала еще и зарубежной сетью тайных агентов. Их информация, она поступала в дельфия. Абсолютно со всех концов тогда античного мира. Она страховала оракула от такого риска попасть в неприятное положение. И судя все-таки по всему, Пифия, она накануне своей встречи с клиентами предварительно обсуждала с жрецами такой примерный сценарий вопросов и соответствующих ответов. И когда очередной клиент он представлял перед таким затуманенным взором, то Пифия точно знала, с кем она имеет дело, и в каком духе ей следует, конечно же, предсказания ведь создавались и давали жрецами, но они так интерпретировали ответы Пифии, что их можно было толковать как в ту, так и в другую сторону. Ну и конец, конечно, несколько слов о самой Пифии. Первоначально на роль Пифии назначались только юные девы. Об этом говорит и покрой платья, одежды, потому что он не закрывал даже колено. Но потом, как одну из предсказательниц похитили, изнасиловали, те самым, в общем-то, осквернили Хармаполона, так, собственно говоря, старшие жрецы, они установили очень строгое правило, что Пифия может быть только женщина, достигшая 50-летнего возраста. И выбиралась Пифия только из долфиянок, как писал древнегреческий трагик Еврипид, его провицательница из всех долфиянок была исключительной. Но потом уже не играла, видимо, не играла какой-то особой роли. Была она благородного происхождения или нет, достаточно было, чтобы она прожила свою жизнь безукоризненно. И, соответственно, она была, собственно говоря, законорожденной. Конечно, на протяжении столетий огонь, землетрясения, грабежи, все это весьма часто приводили к разрушению святилища. Но абсолютно после каждой такой катастрофы в Дельфове стремлялись идти пожертвования владыки абсолютно всех стран. Они выделяли больше и достаточно средств на восстановление Оракула. И очень большую опасность для Дельф конечно представляли нашествия варваров, потому что для них Дельфы были ничем иным, как просто местом скопления огромного количества золота. И вот главным образом для грабежа богатых посвятительных даров сюда в начале 5 века врываются персы. Но говорят, что тогда Дельфы уцелели благодаря чуду, потому что разразился огромный гром с молниями, с ливнем, и огромные куски откалывались от скала Духфедриат. Они, конечно, задавили огромное количество врагов. А тех, кто, собственно говоря, остался жив, не обратили в беспорядочное бегство. Но, однако, грабежа не удалось избежать в 83-м году до нашей эры нашествия медов. Это было такое варварское племя из Фракии. И меды, они подожгли тогда храм Аполлона. Как говорят традиции, тогда впервые угас этот священный огонь, который в течение веков горел, настоявший внутри храме жертвенники. Но когда хозяевами Греции становятся римляне, а это второй век для нашей Славиеры, очень странно разделило и Дельфийское святилище. Так, например, в 86-м году полководец Сула захватил все, что осталось от предыдущих нашествий, и им же было в Рим отправлено огромное количество богатых этих посвятительных даров. И столетия спустя прославившись жестокостью и разратным образом жизни римский император Нерон, он также совершает путешествие. Покидая святилище, он прихватил с собой в Рим более 500 ценнейших статуй с сокровищем Царапула. Но, однако, все-таки почти все римские императоры проявляли такое подчеркнутое уважение расположение к Дельфам. Возможно, из-за противодействия христианству, которая на тот момент все больше и больше наращивала свои обороты. Например, император Домитецан в 1984 году до нашей эры восстанавливал храм Аполлона. Об этом свидетельствует сохранившаяся, между прочим, надпись. Я вам обязательно покажу в музее. Необычайно живой интерес к Дельфам всегда проявлял ностальгирующие поутраченной греческой культуры император Адриан в начале 2 века нашей, конечно, с вами эры. Дважды он проводил здесь реставрационную восстановительную работу. Ну, а позже византийские императоры, такие как Константин и Феодосий Великий, они, конечно, исповедовали христианскую религию. Они продолжали грабить Дельфы. Мир уже с восторгом увлекается новой религией, христианством. Уже с начала 3 века звучат такие торжествующие речи о том, что умолк священный источник Касталии. Действительно, все прорицарища они умолкли уже много-много лет. Но Дельфийская она все-таки продолжала вещать вплоть до 4 века нашей Саомеры. Даже говоря, что было известно последнее предсказание Дельфийского оракула. Тогда византийский император Юлиан, который всю свою жизнь колебался между христианством и язычеством, он снаряжает сюда специальное такое посольство и задает Дельфам, Дельфийскому оракулу вопрос, сможет ли Константинополь чем-либо помочь Дельфам. И говорят, что тогда Пифи дала этому византийскому послу полное предсмертного отчаяния и предчувствия ответа, что возвести царю, что богатый дом Бога рухнул, лежит под землей, у Аполлона здесь нет больше приюта, священный лавр увял, его источники навсегда умолкли, а не мела вода. И в 398 году по приказу сына императора Феодосия Аркадия храм Аполлона Дельфийского оракулу был снесен. А во происшествии многих-многих веков знаменитый город Дельфа стал в средние века небольшим селением Кастрий. Великолепные сооружения, которые украшали когда-то знаменитое святилище, они обратились в развалины, однако все-таки недопустимым в таком разрушительном воздействии времени осталась кристальная этика. Это то духовное знание, которое было заведено в этих действительно святых местах. Мы же с вами сейчас въехали уже в очень интересную плантацию оливковых деревьев. Я могу сказать, что она самая старая плантация вообще в Греции. Многие деревья здесь насчитывают до тысячи лет. И как определить, что как дерево имеет тысячу лет или меньше? Обычно чем ствол у оливковых деревьев более изощренен, более уродлив, это во-первых более такой толстый. Если он вдруг в своем таком основании начинает расходиться на два дерева, это такой первый признак того, что дерево точно больше, чем 500 лет. То есть он уже приближается к вот этому тысячелетнему рубежу. Поэтому здесь, конечно, произрастает подобное оливковое деревье. Я могу сказать, что возраст дерева он никоим образом не сказывается на количестве и на качестве урожая. То есть это на самом деле такое вот вечное дерево, которое прекрасно здесь произрастает. Городок с нашей правой стороны это городок, который называется Амфиса. Это небольшая столица вот этой области, в которой мы с вами пребываем. Мы с вами потихонечку, потихонечку пролежая по этому такому слообразному зеленому морю оливковых деревьев приближаемся к горной гряди Парнас. То есть она где-то вот впереди как раз находится перед нами. Все ближе, ближе и ближе будет. Голос становится полюсом притяжения путешественников уже в самые практически первые годы эпохи Возрождения. И вот первым их, конечно, посещают такие художники эпохи Возрождения. Эти путешественники, они оставляют очень ценные сведения. некоторые вообще копируют надписи, которые потом смогли вообще увидеть. Ну, в результате даже самых смелых и поверхностных исследований под домами в селе Никастре было установлено о наличии развалин Дельфийского святилища. И на окраине также деревни было установлено наличие в поле маленькой церквушки плиты с надписью Дельфы. И в 70-х годах 19-го века здесь появляются два немецких археолога. Им сопутствует удача, потому что уже в самом начале раскопок археологи натыкаются на остаток стены, которая служила опорой террасы, где в отечных Дельф как раз находилась главная святилища Оракула, это храм Аполлона. И вот продолжая вскрывать пласты грунт, они, конечно, оборонооруживают подземные подвальные помещения. И в разыгравшейся фантазии вот такие подвалы они показались археологам хранилищами сокровищ Дельфийского Оракула. Вот однако уточнить, так ли это на самом деле, археологам помешало неожиданное препятствие в виде местного староста, который посчитал за лживые россказни уверение археологов, что, мол, они ищут старые фундаменты. Ни один разумный человек, по мнению староста, не будет с таким усердием, с затратой сил раскапывать камни, если он только не ищет сокровища. Короче говоря, староста отбирает у археологов их инструмент, посоветовала вообще побыстрее убраться из деревни раз и навсегда и не возвращаться, если им дорога жизнь. И оба археолога, они, конечно, прерывают такие раскопки и покидают Кастре. Но систематические же археологические работы, они были возобновлены лишь только в 80-х годах французами. И не безинтересна в этой связи судьба самого горного поселения, потому что французский парламент, он одобрил кредиты на выкуп земли у местных жителей и передачу всей территории, где когда стояла деревня, в пользу греческого государства. Так вот, дома жителей этой деревни, они были снесены, а в двух километрах соответственно к западу был построен новый абсолютно поселок с таким же самым названием. Вот так, наконец, был расчищен путь к тайнам Дельфийского оракула. И находки, которые здесь были обнаружены, они, конечно, потрясающие по своему количеству и качеству. Это руины, это и остатки фундаментов. Это часть каменной кладки стен, которая подпирала грунт. Это часть каменной кладки, это террасы, колонны, это более 5000 надписей самого различного характера. Это статуи, это различные произведения мелкой пластики, очень много фрагментов такого скульптурного декора абсолютно различных памятников. И все это, конечно, произведения исключительно высокой художественной ценности. Это то, что мы с вами, конечно же, сегодня увидим в Дельфийском музее, с которым более подробно будем знакомиться. Впереди у нас с вами уже с левой стороны, слегка по диагонали, это горная гряда Парнас. Воза. Смотри, я приду, какой вода. вода. Вот здесь если вы посмотрите вниз, с правой стороны увидите, во-первых, конечно, очень красивая дорога. С правой стороны вы видите и водный канал, он облечен в бетон, в вода. здесь это самотеком спускаются источники воды, чтобы они не просто куда-то вытекали, питьевая вода, они были облечены в такие бетонные каналы, и, соответственно, самотеком вода идет вниз, орошает землю, используется в качестве питьевой, питьевой воды, для, естественно, питания города, который расположен на побережье, городок это называется Этеа. Если вы также внимательно сейчас посмотрите, внизу мы видим вот это зеленое море оливковых плантаций, ну и где-то с нашей также левой стороны, сейчас наша дорога повернет, с нашей правой стороны вы видите, конечно, уже Каримский залив ионического прошпрощения моря, и в легкой такой дымке там будут вернеться уже город Пелопонеса. Вот сейчас наша дорога повернет, все останется сразу в свои места. С нашей правой стороны это Каримский залив ионического моря, городок Этеа, зеленое море оливковых деревьев, а там в легкой дымке вы можете видеть гора Пелопонеса. Это же Пелопонеса. мы не зайдем. Мы не зайдем. Так что сейчас возьмите фотоаппарат, потому что вам больше ничего не понадобится. Мы спустимся к храму, потом поднимемся, сядем в наш автобус, соответственно, к аппарке. Потом подвижемся? Здесь, здесь. Поехали. Спасибо.